Так, друзья, обзор нашего номера. Номер достаточно большой, входная дверь, пульт кондиционера, кровать. Кровать можете видеть какая широкая, очень широкая двуспальная кровать. Вентилятор, кондиционер там. Здесь еще лампочка. Лампочка одна здесь. Висит телевизор. Самое главное, если сюда едете, розетки вот такого типа. Переходник, он сюда не подошел. Но есть один лайфхак. Включайте USB на телевизоре и сзади вот здесь есть USB-вход. Тут может быть не видно. Подключайтесь, заряжайтесь. Но, правда, зарядка не такая быстрая будет. Мини-хладильник с водичкой и столик. Зеркало. Тут подобов. Вот шкаф. В шкафу есть сейф. Сейф стоит 3 доллара в сутки. Желательно его убрать, если у вас деньги, золото и все остальное. Потому что, говорят, здесь очень воруют. Вот такое окошко. Вот здесь уборная. Вот здесь душ. Хорошо, что душ я люблю, когда душа не ванная. Туалет. Так, раковина. Беды здесь нету. Но, говорят, в некоторых номерах есть окошко такое. Окна тонированные. Вас тут не видно. Но только весь ночью здесь и свет горит, увидно. Кстати, говорят, как и в Тае, здесь воду из-под крана пить нельзя. И чистить зубы тоже ее нельзя. Поэтому бутилированной водой только умываемся. И чистим зубы из остального. Номер, как можете увидеть, очень большой. Ну, это старый корпус. Тут их 5, по-моему, или 4. Есть новый корпус. Там все посовременнее, но вроде там номера есть поменьше. Есть даже номера, говорят, без балкона. Сейчас покажу балкон. Вот здесь балкон. Выходим. Стулья. Сушилка. Вот здесь, конечно, экзотические виды на помойку. Все, что за отелями, у них везде срач. Здесь вид на море. Вот они, корпуса остальные. Третий, четвертый, пятый. Пять корпусов. Вот такой себе балкончик. Сам номер достаточно здоровенный и простенький. Ну, ремонт здесь сделан. Так что все нормально. Самое главное, не забывайте взять переходник. Если забыли переходник, здесь переходник стоит 3 бакса. Покупайте переходник. Либо заряжайтесь отелька от USB, но там зарядка медленно идет, мало дает энергии, понимаете. И что касается сейфа. Не знаю точно, но тут бандитизм очень развит. Здесь, кстати говоря, разрешено ношение оружия. И здесь много бедных людей. И они могут на вас напасть на улице, если вы где-то идете не по гостинице, разумеется, а где-то за пределами. Могут отобрать и говорят, что дико воруют из номеров. Не просто воруют, ты пришел, у тебя там не хватает купюры. А просто они замки в чемоданах ломают, просто могут вырвать и все. Поэтому говорят, лучше брать сейф, если у вас с собой цельные вещи. И вообще цельными вещами лучше здесь не светить. Потому что говорят, тут один пропалил, другому рассказал и так вас вычисляют. Вот мы записались на 7 вечера в ресторан а-ля-карт. Можете записаться с 9 утра до 3 дня. С 9 утра до 3 дня можно подойти на ресепшн и записаться. И прийти сюда вечером. Но сразу предупрежать, что тут есть меню бесплатное, а дальше идет платное. Мы еще не разобрали сами это толку, но нам вот так посоветовали. Ну, шампанецкое, пиво и все остальное здесь включено. А насчет чего-то, не знаю, как здесь надо, оставлять не надо. Здесь вас обсуждают официанты, не как везде вы сидите на баре. Ну, вот такой вот прекрасный вид здесь. Приходите, вечерком весь сидите. Можно снять, посидеть. Официанты будут. Классные фотки, классные пейзажи. Так что, ничего не теряйте. Можете прийти, сидеть, отдохнуть. Советую посидеть все-таки этот ресторан. Особенно, если какая-нибудь молодая пара. Ну, даже если не молодая, потому что, посмотрите, как здесь офигенно. Вот такой вот ресторанчик, небольшой. Народа немало. И вот такой офигенный вид на Карибское море. Сидите в ресторане на берегу Карибского моря. На закате.